здравствуйте дорогие друзья знаете вот обратите внимание все реже имеется возможность сказать доброе утро потому что то там то там там если возьмете дивно люди продолжаются землетрясения это то что было описано пророком перед приходом ашеха но сейчас и происходит знаки сверху бесконечно нам поставятся знаки как народу как и каждому человеку отдельно человек умел бы сматриваться свою жизнь увидел очень много был такой персонаж белам кто помнит в туре он хотел проклясть еврейский народ вместо этого получил благословение он хотел обрушить бедствия на голода евреев но не получилось что с ним обычно было ведь сказано в талмуде что человека ведут тем путем которым хочет написано что там было напомню двух словах надеюсь все помнят ангел божий встал перед белам чтобы воспрепятствовать ему идти этого ангела видела лишь ослится она сошла с дороги белам разгревался ударил ее и она увидела ангела опять ее опять и так далее был бы у меня меч закричал белам я бы тебя убил внезапно в резрение его проснилось вот такая история и сказал тогда белам что он сказал увидев ангела согрешил я ибо не знал что ты стоишь передо мной но скажите мне пожалуйста никто не задумался а если он не знал в чем его грех ну не знал и не знал разве он должен был отходить что перед ним где-то тут невидимый ангел ответ дает нам автор книги шнейл ухода брит да да говорит он если человек видит что что-то идет у него не так что возникает различные препятствия что рушится все зараза что идут явные сигналы он должен понять что здесь происходит что-то значительно ему дают сигналы с небес обратить на это внимание надо что сказала ослится беламу разве я имела раньше и возможно сделать такое он сказал нет так почему ты не понял что тебя хотят свыше понимаете вот если происходит что-то такое также надо и остановиться написано что всевышний если дает уже знаки злому развращенному язычнику каким был белам то уж точно он посылает сигналы всем нашим всем нам с вами да в десяти заповедях используется единственное число почему потому что всевышний обращался каждому лично ко всем душам ко всем поколениям ко всем он говорил что любимые дети что что он требовал от нас он говорил что чуть-чуть улучшайте себя чуть-чуть поднимаете если мы же выведем себя не так как положено всевышний посылает нам знаки написано в кабале владыка душ не наносит первый удар по душам давайте же будем размышлять о нашем состоянии сначала проблемы и дай бог со здоровьем с имуществом с еще с чем-то раз если это происходит это знак свыше ничего не бывает случайного ничего не может быть случайно какой можно сделать прогноз если мы видим или не видим там в конце свет в конце тоннеля если не дай бог мы опускаемся и там в какую-то еще яму верните на ситуацию вокруг все ли в порядке с безопасностью страны где вы живете народа вас лично неужели вы не видите эти явные очевидные знаки свыше от каждого из нас нельзя говорить что я могу сделать наоборот если ты видишь эти знаки значит тебя точно так же от всех требуется остановиться и принять какое-то решение если человек проигнорирует посылая ему свыше знаки если продолжит поступать вот так как и раньше не обращая ни на что внимание не остановившись не сказать папа я понял я сейчас займусь этим этим духовность какой-то что-то добавлю чуть-чуть хорошего дела чуть-чуть какой-то урок если я всего этого не делаю если я не веду диалог с небом если я игнорирую посылаемые мне знаки и ступаю по той дороге который шел ничего не изменяет я приглашаю написано в хабале свой будущий позор не дай бог взглянем еще раз на ситуацию с белом все изложено прямым текстом ничего не надо додумывать если и до сих пор не будете меня служится я еще больше буду а если не будете вообще ну еще больше ну и что и что что за безумие тогда и наоборот написано тот кто прислушивается кто обращает внимание понимает куда указывает рука вселышнего и начинает исправлять какие-то хотя бы свои поступки и направлять жить в какое-то русло такой человек привлекает свет свыше огромный и все меняется написано каждый день человеку посылается благословение или проклятие и дальше бог что говорит избери же избери же благословение так и у нас с вами давайте всмотримся в свою жизнь давайте посмотрим нет случайности что с нами происходит и что бог хочет нам сказать и сделаем какие-то выводы и примем на себя какое-то решение а он никогда не поскупится он верный хозяин браховат слаха